23 августа 1943 года завершилось грандиозное сражение, разделившее мир на до и после. Курская битва доказала всем, фашистская Германия скоро перестанет быть угрозой человечеству. Дальше немцы будут только отступать до самого Берлина. Добиться такого успеха Красной Армии удалось, потому что для каждого солдата защита Родины на поле боя была не просто государственным долгом. Это личная боль за себя, за друзей и близких. Потому что в тылу их ждали любимые матери и жены. Потому что нервы были на пределе и хотелось, чтобы поскорее все закончилось. Однако путь к победе в Курской битве лежал не только через искореженные металлом поля. Был еще и тихий героизм, незаметный, тайный, прячущийся в тени. Чтобы сорвать коварный гитлеровский план цитадель, задолго до битвы начала трудиться наша разведка. Гитлеровская Германия после поражения в битве на Волге, в Сталинградской битве, предпринимала огромные усилия для того, чтобы возвратить инициативу на фронтах. И где-то весной 1943 года была разработана операция «Цитадель», цель осуществления которой было произвести разгром войск Красной Армии, которые были сосредоточены на Курском выступе. Еще 7 мая 1943 года наша агентура в Лондоне, а там действовала кембриджская пятерка под руководством Кима Филби. Они представили развернутый план немецкого наступления, который планировалось провести летом на Курской дуге. Эта информация была передана в Главное разведуправление в Москву, и на ее основании уже Государственный комитет обороны разработал план подготовки к Курской битве. Это важнейшее такое было сообщение, которое было передано всей кембриджской пятеркой. И мало известно, что руководил ее деятельностью с советской стороны наш земляк Константин Михайлович Кукин. Про него известно, что он родился в Курске в 1897 году. Служил какое-то время в Харбине, в Китае, резидентом, получал там важные сведения, которые, безусловно, докладывал, значит, в Москву, ну, а затем серьезно заболел, был отозван в Москву, вот, ну, после длительного лечения. Снова, значит, в 1937 году был призван на службу, что, в общем-то, достаточно редкий случай. Ну, и был направлен резидентом Лондон, что само по себе очень ответственное, так сказать, поручение. Сообщение от кембриджской пятерки подтверждала и разведка, работавшая на оккупированной территории. В ставку главнокомандующего с мая 43-го регулярно стали поступать сведения о том, что враг стягивает свои силы в сторону фронта. Но времени на подготовку хватало. Лондонская агентура передала сведения о технических характеристиках «Тигра», который готовился к дебюту на Курском выступе. Наши разработали и выпустили снаряды, которые смогут пробить его броню. Плюс советские летчики активно бомбили немецкие аэродромы и уничтожили до 500 немецких самолетов, которые должны были принимать участие в цитадели. Координаты опять же получили от кембриджской пятерки. Помимо этого, при подготовке к Курской битве и потом во время нее разыгрывались целые радиоспектакли, СМЕРШ организовал 9 агентурных радиостанций, которые передавали ложную информацию, чтобы дезориентировать врага. На освобожденных территориях действовали истребительные батальоны. Они выслеживали немецких диверсантов. Ну и, конечно, велась работа в тылу врага. В августе 1943-го курские чекисты провели спецоперацию «Сосна». Они отправили 20-летнюю партизанку Марию Суботину к власовцам. Задача – втереться в доверие и переманить на свою сторону. Познакомилась на одной из вечеринок с командиром отделения власовцев Михаилом Деделевым. Ну, у них возникли дорожские взаимоотношения. Она почувствовала, что он настроен достаточно негативно и к своей вынужденной службе. Он был военнопленным. И, так сказать, ей удалось выяснить, что и значительная часть бойцов этого отряда тоже придерживается таких взглядов. Мария Суботина успешно справилась с заданием. 30 власовцев согласились сражаться против фашистов на боевом задании. В результате засады пассажиры трех легковых автомобилей, бронеавтомобилей, грузового автомобиля, которых переезжали гитлеровцы, были уничтожены. А секретные документы с картами и другими материалами, партизанами, были переданы, естественно, командованию, ну и которые были использованы по назначению. Впрочем, дезертиры и изменники встречались и в Красной армии. Они становились для гитлеровцев ценными источниками информации. С этим нужно было что-то делать. И тогда провели операцию под названием «Иссенировка измена Родине». Из числа штрафников были набраны добровольцы, и их под видом перебежчиков, но с гранатами в карманах и в руках, засылали к немецким окопам. Когда они приближались, немцы выходили встречать, как казалось им, перебежчиков. В это время летели гранаты и были, во-первых, потери нанесены немцам. Но самое главное, после нескольких таких случаев немцы прекратили прием перебежчиков большими группами. Много было тех, кто бросился на амбразуру и навсегда остался в памяти потомков. Но еще больше героев, о чем вкладе в победу, мы уже никогда не узнаем. Работа в органах госбезопасности обязывает хранить секреты. И многие продолжали это делать даже спустя полвека. В Курске, в одном из разведывательных органов немецких, работала позывная с позывной Маргарита. Она учительница немецкого языка. На со всех немецких документов снимала одну копию. Мы нашли вот эту женщину, которая работала в интересах органов государственной безопасности. И решили снять о ней фильм. И вы знаете, что? Она ничего нам не ответила. Она не сказала. Она нас на порог не пустила. А вот Огонек, позывной Огонек, мы ее отыскали в Белгородской области. Она четыре раза была заброшена в тыл к немцам. Во время как раз Курской битвы. И ее сведения представляли большой интерес. Она была награждена боевыми орденами. С 5 июля по 23 августа 1943 продолжалась Курская битва. Эти 50 дней решили исход войны. Немцы потеряли 30 дивизий, полторы тысячи танков, почти 4 тысячи самолетов. Финальной точкой огненной дуги стало освобождение Харькова. В Москве в этот день прозвучал победный салют. 20 залпов из 224 орудий. Правда, до победы было еще шагать и шагать. Но теперь все твердо знали, она неизбежна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин